Автобусы на смену газелям, ликвидация нелегалов, обновление подвижного состава, модернизация маршрутной сети. Такое будущее прочат чиновники Амича. В департаменте транспорта разработали и уже пытаются воплотить концепцию развития пассажирского транспорта. Предложены изменения в рамках нового закона, который вступит в силу с июля 2016 года. В непростом документе и последствиях его внедрения разбиралась Ксения Тойчкина. Газельки скоро исчезнут с омских дорог. Сейчас это кажется чем-то нереальным, ведь мы все успели к ним привыкнуть и полюбить их за их мобильность и доступность. Хотя порой, конечно же, садимся в них с опаской из-за скорости и порой состояния транспортного средства. Однако попрощаться с ними нам, похоже, все же придется. Ликвидация автобусов малой вместимости, иначе говоря, газелек – первый этап концепции развития транспортной сети города. По мнению чиновников, их стало слишком много. Из 4000 единиц, что ежедневно выходит на маршруты города, 2300 – это газели и микроавтобусы марки «Форд». И это только по официальным данным. В реальности цифра гораздо больше. Многие перевозчики работают нелегально, без заключения договора с департаментом транспорта. Можно сказать, свободно летают по своим маршрутам, собирая пассажиров, а вместе с ними и прибыль у законопослушных перевозчиков. С неравной конкуренцией пора завязывать, решили в администрации. Чтобы переломить эту ситуацию, мы в настоящее время формируем новую маршрутную сеть на 2016 год. А нам это позволяет сегодня федеральный закон номер 220, который наконец-то вышел. Мы долго его ждали, и сегодня этот закон позволяет нам регулировать как количество автотранспорта, работающего на пассажирских маршрутах, так и по классу. То есть распределять автобусы, то есть на маршруты, которые идут по центральным магистралям, мы сегодня уже можем комплектовать автобусами большой и средней вместимости. А автобусы малого класса сегодня уже имеем возможность перераспределять на периферийные районы, где пассажиропоток незначительный. Новая маршрутная сеть, новые правила игры на рынке перевозок. Теперь самые прибыльные получат те, у кого автобус больше. Средний и малый класс кинут на окраины города, это сначала, пока частники не восполнят недостаток транспорта на всех путях следования. Иными словами, обновить подвижной состав, изношенность которого сегодня составляет 94%, чиновники решили за счет предпринимателей. У нас есть информация, что люди готовы приобретать подвижной состав, но им нужно создать условия для экономического развития, для эффективного вложения собственных средств в рынок транспортных услуг. Кто на этом рынке случайен, купил «Газель» и хочет всю жизнь на ней работать и зарабатывать деньги, но это не те перевозчики, на которых мы сегодня должны ориентироваться. Сами пассажиры в мнениях разделились. Я считаю, что они очень нужны, потому что многим людям они помогают. Иногда на автобусе очень тяжело добраться, потому что по времени как-то не успеваешь. Вообще в автобусах не охота толкаться, особенно молодежи. Молодежи очень помогают, очень удобно ездить на учебу. Я считаю, что нужно их убрать. Почему? Потому что, во-первых, очень много. Во-вторых, водители, я не знаю, почему, может быть, у них низкая квалификация. Очень некрасиво все ведут по отношению даже к самим себе. Ну, вот таким образом. И я считаю, что лучше большие транспорты, вот даже, которые сейчас новые «Газельки» пошли, в которых можно ехать просто стоя. Можно, конечно, навести порядок, чтобы и муниципальный транспорт работал, и чтобы были «Газели», а не в таком беспорядке, в котором они работают сегодня. Потому что возможности для работы транспорта пока не даются. Одним участникам новые правила на руку – это те, кто изначально закупил автобусы большой и средней вместимости. На рынке перевозок пока всего два таких предприятия. Автосила 55 с маршрутами 95 и 20. И Стэнли – 73 и 69 автобусы. Чем меньше будет нелегальных перевозчиков, тем у нас будет возрастать доходность. Значит, соответственно, тем меньше мы будем обращаться в бюджет города, области и так далее. Если эта концепция найдет свое хорошее логическое завершение и будет немножечко повыгоднее, будем так говорить, работать в этом направлении, то планируем брать уже автобусы большой вместимости. То есть это типа НИФАС, ЛИАС, в этом ключе. В департаменте уверены, со следующего года на дорогах города не будет ни одного нелегала. На каждое транспортное средство теперь будет выдаваться карта маршрута и свидетельства. Отсутствие данных документов дорого обойдется. Штраф водителю – 5000 рублей, а владельцу транспортного средства – 300 тысяч. Естественно, документы получают только при заключении договора с департаментом транспорта. Газели в черном списке. Газели, которые работают рядом на параллельных маршрутах, они ломают всю экономику. Они не позволяют окупать затраты, которые предприниматели вкладывают в приобретение автобусов. Поэтому вот эту ситуацию необходимо исправить. Мы понимаем, что это в один год не удастся, но первый шаг делать нужно уже сегодня. Что думают по этому поводу? Сами владельцы газелей пока не ясно. По их словам с концепцией, цитирую, так называемого «развития», конец цитаты, их еще не ознакомили, поэтому и обсуждать на данный момент нечего. Ксения Тойчкина, Сергей Гаврилов, Андрей Кузьмин и Артем Колесников. Антенна 7.